Здравствуй дружище заходящий на видео, поговорим про оружие, броню, возможно что-то, мы, я тебе может донесу что-то интересненькое, может и нет, может ты это уже давно все знаешь, но я уверен это как бы видео будет полезно более новичкам, которые только начали, которые, ну как только начали, которые там 4 месяц играют, и они до сих пор не понимают что, какие статы, за что отвечают. К примеру, мне часто в ПМ просто пишут, задают вопросы, там что выбрать лучше, какие вещи, что же взять, я попытаюсь тебе объяснить, разъяснить за каждый стат, какие лучше вещи собирать, я попытаюсь тебе это все рассказать. Давайте начнем с оружия, видим у меня есть вот королевы стакад, самый наверное задаваемый вопрос, эффект пробития, что такое эффект пробития, эффект пробития, если мы откроем карту, мы нажмем вот такие головы, это боссы, с которых выпадает очень много вкусного, но для меня этот контент закрыт, как я не в топ сайде. Так, если мы нажмем на босса, нажмем на инфу босса, мы видим сопротивление, дальний бой и магия, эффект пробития, влияет на то, что у тебя увеличивается урон, за счет эффекта пробития. Я надеюсь, я достаточно объясняю адекватно, правильно? Итак, ты скажешь, ну, раз это для РБ, то зачем оно нужно? Есть такие локации, к примеру, возьмем восточную часть моря спор, мы нажмем монстры, мы увидим, есть такие големы, есть такие големы. Вот, для этих големов нужен эффект пробития, потому что эффект пробития бывает только у магов и у лучников. То бишь, если у вас будет на оружии эффект пробития, то значит вы будете наносить больше урона, не с трех тычек убивать, а с двух, к примеру. Это я к примеру говорю. Давайте за милищников немножко поговорим. Парные мечи, есть такой стат, как не повреждается. Покупать со статом оружие ближнего боя, которое не повреждается. Если, к примеру, брать, то для пвп, ну, тебе этот стат не нужен, а для кача этот стат очень как нужен. Потому что есть такие мобы, об которых ломаются мечи, и надо покупать постоянно итемку, которая будет чинить твои мечи, и это надо делать вручную. Если ничего не поменяли, я просто за милищников не знаю, если что, поправьте меня. Надо покупать со таким статом, именно. То же самое вот за арба, давайте за арбов поговорим. Не за арбалет, а за арбов. Это топовый крутой орб, череп дракона. Тут есть эффект пробития, он немножко увеличивает хил, шанс двойного урона. Если мы возьмем глаз духа, шанс двойного урона, ну, тут лечение лучше, но тут нет эффекта пробития. Вы будете меньше наносить по големам. Мы видим тут 26 урон, 10 точности. А если мы возьмем тут, тут 24, 10 точности. Ну, такое, плюс хил там, конечно, но у вас нет эффекта пробития. Тут еще ярость дракона есть. При успешной атаке обрушает на врага ярость дракона. Это тоже очень важно. Я также уверен, что, возможно, при заточке этот шанс увеличивается. Если вы заточите, к примеру, орб на 7, то это будет 8%. Но это по-любому 8%, потому что с 1% начинается, так я понимаю. Я надеюсь, я правильно говорю. То, что я тоже могу ошибаться. Я не очень знаю по арбам, по другим оружиям. Я по своему классу все выучил вдоль и поперек. Мне только нужен буст. Ну и все. То бишь, эффективность лечения тут 20. Увлечение урона от умений 10%. Тут смотрим, на 5% у глаза духа больше эффективность лечения. Но этот орб будет поярче, как бы. Потому что тут есть эффект пробития плюс скил. Это сравним орб, если я возьму. Та же история, если мы возьмем, вот, 7-й не булит. Мы видим, при заточке он дает вот это падение не булита. Что мы должны знать по оружию? То же самое, кинжал тоже нужен. Не повреждается, не повреждается стат и точность. Шанс двойного урона, вы сами должны понимать, что это. Крит атака, тоже понимаете. Урон, ну и точность. Вы это все понимаете. Вот, Орихарукон. Вот это самый, вот этот, за вот этот стат. Если мы откроем, мы увидим много мобов. К примеру, как влияет этот Орихарукон. Он лучше урон наносит или нет? Вот это вопрос, очень интересно. Если кто-то знает, кто-то сравнивал, напишите в комментариях. Очень интересно. Также, если мы, к примеру, зайдем, не можем себе позволить, да, красные пушки. Мы заходим, там, к примеру, двуручные мечи, там, парные мечи. Вот видим, можем скрафтить вот такой меч. Нужно два рецепта создания редкого оружия. И самоцвет Евы, видим, пять штук. Но они дешевые. Эти самоцветы, вот по 2,5 такое. Пять штучек, это получается 12,5. Правильно? Да, ну, 13. Эффект пробития, шквал ветра. Тоже при заточке. Повышается процент. И еще у вас дополнительный скилл будет, урон, который наносит. Тут шанс скрафта, это 50%, что скрафтится. И 10% шанс, что он станет непривязанным. Что вы можете его продать. Видимо, только лечения нет. Так, вроде бы, неплохой орбик. Но только лучше рука Кабрио. Установление МП, очень хороший мифрил, видим. Очень хороший орб для ПВЕ. Так же самое, арбалеты, там посох. То же самое, посох, посох, посох. Мы видим посох. Петь в жизни. Неплохой, очень неплохой. Но точности маловато. По урону одинаковый, как посох стакката. М крит атака, шанс двойного одинаковый. Доп урон крит атака меньше на 4. Шквал ветра, еще урон ветром наносит при заточке, повышается шанс. Там двухрецептовое создание. То вы понимаете, что это топовый синий посох. Но есть, конечно, еще которые синие выбиваются. К примеру, посохи. Вот он. Посох мертвеца, можно купить. Или посотреть. Дверь 220. Очень дорого, слушайте, очень дорого. К примеру, посох мертвеца. Мы видим посох мертвеца. Урон меньше, шансы двойного урона. Восстановление АП, эффект пробития. Адамантит. А у меня просто растение. Да, растение. Видим, довольно ценные. Такие недорогие. 84 алмаза. Если мы даже нажмем там, посмотрим там. Парные мечи, к примеру. Возьмем парные мечи. Ничего себе, 495. Слезы воителя. О, ну, девятые. Смотрите, девятые. Они будут красненькие. 1300 алмазов дорого. Увеличение урона от оружия. Ну, это за счет заточки. Доп урон плюс 9. Это тоже от заточки. Доп урон крит атака. Шанс двойного крит атака. Точность в ух. Слезы воителя. Теперь мы переходим. Каждая одежда что-то дает. Вот почему у меня куча. Вот тут синие штаны какие-то. Вот синий плащ. Потом дальше у меня три никли. Почему там куча колец разных. Вот почему у меня так? Потому что каждая вещь что-то дает. К примеру, вот этот плащ. Он очень крутой. Он дает доп урон крит атаку. Крит атаку. Защиту. Ну, это я ЛС выкрутил. Ну, и защиту очень хорошо дает. Если мы сравним с вот этим плащом. По защите мы видим, что на один меньше. Этот плащ очень много дает сопротивление умений. Очень. Этот плащ очень хорош для ПВП. Ну, я его ношу с собой. Потому что тут бегают всякие наркоманы сервера. Так назовем их. И чтобы быстренько переодеться. Там, к примеру. Вот у меня есть еще кольцо. Вот сопротивление умением. Урон огнем. Ну, точность плюс три. Такое. Тоже на сопротивление. То же самое. Вот эта никля мне дает восстановление. МП плюс шесть. Я ее одеваю, чтобы меньше нуждаться в МП. Потому что иногда может проседать МП. Это от плотности мобов зависит. То же самое. Есть вот такой шанс аномального состояния. Чтоб лучше аномалки вложить. Также есть ожерелье, которое дает эффект лечения. Вот, к примеру. Когда я был в топ сайде. Я постоянно переодевал лечение. Чтоб какого-то там топчика хилить. К примеру. Переключался на арба. И хилить топчика. Вот эту ожерельку я одевал. Чтобы эффективнее хилить. Так как мне сейчас она не нужна. Я не знаю, зачем я ее ношу. Надо ее выложить. Также у меня есть штаны. Которые дают восстановление МП. Разные вещи под разные ситуации. Это вы тоже должны понимать. Потому что вы не можете одеть там какой-то... Вы будете и ПВП и ПВЕ. И так не бывает. Просто придет человек, который будет такого же буста как вы. Но он будет заряжен вещами в ПВП. Он вас вынесет на изи. То вы должны это понимать. Комплекты вещей. Вы должны собирать вот это все. Если вот к примеру возьмем. Это самая стандартная. Самая краснуха. Которая стандартная. Это самая стандартная краснуха. Которая она сбалансированная. Это сет величия. Которая дает при полном комплекте еще дополнительно статы. Сами вещи дают. Там к примеру восстановление МП. К примеру. Там ботинки дают точность. Увеличение урона от умений. Перчатки дают. Сами вещи дают статы. Плюс дополнительно. Еще если вы собираете 4 таких вещи. Вам дополнительно накидывают плюс 4 защиты. И вот видите. Увеличение урона от умений. Восстановление МП. Абсолютное восстановление МП. Очень крутой сет. Очень. Это стандартный самый сет. Дальше уже на мага идет терси. Терси свободно точится на 6. Он больше защиты накидывает. Как этот сет точится на 4. И видим раз вещь. Две вещи когда-то переточу. Выйдет повоз. Где ты за адену сможешь купить вот такие вот свиточки. Которые сбрасывают на 1 модификации. Чтоб я смог блеской опять попробовать заточить. И может быть мне повезет. Потому как бы я пвешник. Это всякий пвпшерам надо. Там выше статы. Там ты пвпшишься. Там нагибаешь. Убиваешь всех. Да это тебе надо. Такой как я игрок. Это чисто тамагочик. Который стоит на споте. Я наслаждаюсь тем что я потихонечку бустю своего персонажика. Своего розе. Ну и все. Это мой кайф. Это бездонатная игра. Там с какими-то мозаими подраться. Или какими-то неадекватами. Тоже такое бывает. Но это очень мало такого контента. Если ты хочешь контент. Тебе нужен перс хотя бы. 76+. 300 защиты. 300 скилл реза. 80 снижения урона. Все красные скиллы. И хотя бы хаос. Есть тут к примеру. Не метеор. А хаос. Вот все красные скиллы. И хаос. И тогда ты будешь нагибать. Просто нагибать. Ну как нагибать. Будешь полезным. Таким среднячком. А так только наслаждаясь мобами. Видами локаций. Общаясь с людьми. Это Lineage 2 Mobile. Фри игра. Да. Что тебе еще за одежду рассказать. Так. Синий сет. Если мы возьмем к примеру. Синий сет. Ты там наверное уже навыдумал. Это ж синька тоже там. Типа она. Что-то там. Синька. Она тоже как бы собирается в сет. А ни хера подобного. Если возьмем Carmeon. Carmeon. Carmeon да. Собирается сет. С четырех вещей. Дает защиту и МДР. То. Авадон ни херена не собирается. Надо собирать. К примеру. Вот видим. Нет эффекта. Синего волка. К примеру. Собирать комплектом. Такой сбалансированный комплект. Это. Синего волка. Там к примеру. Шлем. Да. Потом видим верх. Там к примеру. Мы берем. Авадон. То что. Авадон дает. Эмпериен. Там ну интеллект такое. Интеллект такое. Можно. Если ты милишник. Конечно. В защиту. Просто идти. Как бы. Чтоб тебя меньше пробивали мобы. Но если ты маг. Тебе нужен эмпериен. Который будет тебе давать. Надо комбинировать. Вот так. Там часть БВ. А обязательно. Обязательно. Перчатки. Тут ничего новенького не добавилось. Обязательно. Тебе нужны перчатки. Синего волка. Которые при заточке. Увеличивают шанс крита. То есть. Плюс 5. Они будут давать 5 процентов крита. Это обязательно. Вот этот топчик вообще. Синька топчик. Там защита. Зубей. Что? Тоже защиту. Плюс одна точность. Такое. Сапоги. Я вроде Авадон использовал. То что восстановление МП. Ну частично. Там. Часть Авадон. Часть того. Ну вещи. Весь урон. Есть куча вещей. Интересных. Два синие плащи. Раньше я с Саламандрой ходил. Теперь я хожу. С плащом властителя. Также добавился вот этот плащ. Очень крутой плащ. Который точится на 6. Потому что не все плащи точатся на 6. И это дает очень хороший буст по защите. Плюс 2 урона дается. Ну там и лэсик еще покрутить можно. На защиту. Тоже надо смотреть. Там выносливость. Первое. Плащ на сопротивление умений. Там плащ. Чтоб хорошо кидать аномальное состояние. Зачем ты меня бэмс лупишь. Я не знаю. Пиши свои комментарии. Под видео. Потому что вроде бы я рассказал. Так интересно. У меня есть телеграм группа. Телеграм группа. Которая будет в описаниях под видео. Там ребятки. Некоторые заходят. И спрашивают там. Что мне лучше одеть. Или кто-то вам напишет. Что вам лучше. Если он будет знать. Для этого я группу создавал. Чтоб мы могли общаться. И обсуждать игру. Потому что намного легче играть вместе. Чем по одиночке. С тобой как всегда был Розе. Подписочка. Лайк. Если полезно было. Чтоб я видел. А то не вижу лайков. Иначе я понимаю. Что тебе это не интересно. Да и дальше такого делать не буду. Все. Всем пока.